Коллеги, добрый день! Меня зовут Максим Коростиев, я технический эксперт компании Сингента по садам виноградникам. Насколько же сложно вырастить яблоки и не допустить повреждения вредителями? Насколько же трудно составить систему защиты для того, чтобы она была эффективная и для того, чтобы она была безопасная? Вот именно об этом сейчас пойдет речь и в нашей короткой записи я постараюсь вам рассказать о том, насколько это на самом деле не сложно, если следовать рекомендациям и если сделать так в соответствии с тем, как рекомендует компания. Какие же основные вредители могут нам помешать вырастить урожай яблок? Давайте попробуем разобраться, кто же у нас живет в садах и кто нам мешает вырастить наши яблоки. Прежде всего это, конечно же, плодожорки. Причем сегодня у нас в садах присутствует не только яблонная плодожорка, но еще есть двухполосая огневка плодожорка и другие виды огневок, которые еще пока недостаточно изучены. Кроме плодожорок еще повреждает яблоню клещи. Клещи в основном представлены тремя видами. В основном это красный плодовый клещ, но кроме него также встречается довольно часто паутинный клещ. И есть ржавый клещ или четырехногие клещи, так называемый клещ шлейфтиндаля. И где-то еще встречается в районе Крыма клещ называется бурый плодовый клещ. Поэтому вот таким широким спектром представлены клещи у нас в садах. Кроме этого тли. Это и зеленая яблоная тля, и серая подорожниковая тля, и другие виды тлей могут встречаться в садах. Кроме уже названных вредителей, есть еще и трипсы. Если раньше трипсы нам большой беды не наносили, то с некоторых пор трипсы стали вредить яблони, вредить плодам, после чего остаются следы, и такие яблоки уже не конкурентоспособны. Кроме этих вредителей есть еще и листовертки, и минирующие моли, и совки, жуки и другие виды вредителей, которые могут повреждать. На кого же ориентироваться, спросите вы меня, когда составляешь систему защиты. Ведь так много вредителей обрабатывать нужно и подбирать препараты нужно против всех. В первую очередь, конечно же, нужно обрабатывать против плодожорки. То есть это основной вид вредителя, который встречается у нас в садах, и против него нужно строить систему защиты. Какой подход применяется сейчас в построении системы защиты яблок от вредителей? На самом деле, подход у агрономов примерно у всех одинаковый. То есть в основном строится система защиты от яблонной плодожорки, а уже потом, по необходимости, в эту смесь приготовленных препаратов добавляются и акарициды, добавляются и афидициды, это препараты против тлей. То есть тогда, когда наступает экономический порог вредоносности, тогда, когда это считается необходимым. Сложности существующего подхода. Нужно постоянно мониторить численность сопутствующих вредителей. То есть, кроме яблонной плодожорки, мы еще постоянно следим за численностью сопутствующих вредителей тлей, клещей, трипсов для того, чтобы она достигла пороговой численности и мы приняли решение о проведении обработки. Как часто это бывает, мы опаздываем с этой обработкой, когда численность вредителей уже достаточно высока и эффективность наших препаратов уже снижается. И нам приходится в таких условиях делать повторную обработку, то есть дорабатывать то, что не успели обработать первой обработкой. И еще необходимость в приготовлении в баковых смесях. То есть это не всегда хорошо, потому что мы знаем, что чем больше компонентов в баковой смеси, тем больше вероятность того, что мы можем один препарат испортить другим и мы не добьемся той эффективности, которую хотим получить от препаратов. С приходом новинок широкого спектра действий меняется и подход к построению системы защиты сада. В чем заключается принцип нового подхода? Так же, как и в первом случае, строится защита от плодожорок. И второе, самое главное, что не нужно ждать, когда сопутствующие вредители размножаться и наберут силу, а работать по календарным срокам их появления. Тем более, что все вредители уже достаточно изучены и мы прекрасно знаем, когда появляется тля, когда появляется клещ, когда появляется трипс и когда нужно начинать обработки. Рассмотрим, к примеру, систему защиты яблони от плодожорки против первого поколения. То есть предлагается в конце цветения сразу обработать лирумом препарат, далее сделать повторную обработку лирум, потом проклейм фит, а потом завершить обработку против первого поколения препаратом волиам флекси. Как правило, мы всегда делаем по первому поколению четыре обработки. В чем же преимущество такой схемы защиты против яблонной плодожорки? Рассмотрим далее. Схема защиты от сопутствующих вредителей, то есть тлей, клещей, трипсов. Схема защиты как по плодожорке сохраняется, то есть лирум-лирум, проклейм фит, волиам флекси. Но в защите от клещей важно еще обработки и в розовый бутон, поэтому в начале розового бутона у нас стоит препаратом Плига. Основная его цель, конечно же, там не клещи. Основная его цель там это то, что он работает по листогрызущим гусеницам, которые могут там возникнуть. Там он работает и по жукам, и точно также там нужна обработка по трипсам, но это будет дальше. Клещи. Давайте условимся. Если продукт имеет прямое действие на вредный объект, я буду рисовать прямую линию. Если объект имеет второстепенное, то есть сопутствующее действие, я буду рисовать пунктирную линию. Какую же роль амплига играет в системе защиты от клеща именно при обработке в розовый бутон. Когда мы обрабатываем против клещей препаратом амплига, он имеет не прямое, а сопутствующее действие. Я рисую пунктирную линию на клеща. Объясню почему. Если кто вспомнит, в составе амплига есть лямбдоцегалатрин. Такое же действующее вещество есть и в препарате каратезион. И когда-то давно в справочниках была регистрация каратезион в дозироте. 0,4 литра на гектар именно на клеща. Поэтому в эту фазу, когда вы работаете, вы еще и убираете часть клещей, которые в этот момент начинают отрождаться. Далее вы проводите обработку в конце цветения препаратом лирум. Лирум на клещей имеет прямое действие. Поэтому я рисую прямую линию и точно так же рисую прямую линию на вторую обработку лирум. Proclaim Fit имеет на клеща второстепенное действие. Я рисую пунктирную линию. В олеанфлексе на клеща как бы никак не действует, поэтому я ничего не рисую. Почему Proclaim Fit имеет второстепенное действие на клеща? Дело в том, что в составе Proclaim Fit находится очень большое количество люфиноурона. И этот люфиноурон, попадая на энцикладку красного плодового клеща, обладает авиацидным действием. Поэтому Proclaim Fit снижает численность клеща. И когда мы строим систему защиты таким образом против плодожорки, Lirum Lirum Proclaim Fit, то есть два препарата, которые напрямую работают по клещу, и Proclaim Fit, который дополняет действие, то есть сохраняет этот эффект, тогда мы получаем очень долгую защиту. И эти обработки потом вам потом впоследствии не придется так часто работать акарицидами. И эти обработки впоследствии потом снижают количество акарицидных обработок в системе. Рассмотрим тлей. Тли тоже в садах, и они появляются у нас еще с розового бутона. Препарат Ampliga действует и против тлей, если он тут есть. Ну, я даже нарисую прямую линию. Если, допустим, работает он там, то здесь Lirum, да, и второй Lirum тоже напрямую работает по тлям. Proclaim Fit работает по тлям частично, я рисую промежуточную линию, и Valium Flex работает напрямую по тлям, то есть хорошо берет тлей. Поэтому здесь вот на всех этих этапах тлей тоже контролируют. И мы подошли к трипсам. Трипсы мы знаем, они начинают вредить уже с начала образования плодов. Как это происходит? Мы знаем, что самки выходят из мест зимовки еще летом, простите, в цветении. И самка выходит в цветение, откладывает яйцо в околоплодник, из него получается личинка, и личинка начинает вредить уже вновь образованным плодам. То есть как только образуются плоды, плоды еще довольно мягкие, трипсы питаются на плодах, то есть в эту фазу, конец цветения, образования плодов и плод личина. А потом уже трипс уходит на побеги, питается там. И потом уже, когда фаза больше, чем грецкий орех, трипсы уже на плодах не питаются, они уже уходят либо на побеги, либо на сорняки, но еще могут присутствовать в судах. И поэтому по трипсам очень важно не так, что мы одной обработкой все снимем, так не получается. У трипса есть непитающиеся стадии, поэтому важно на всех этапах контролировать и эффективными препаратами, в том числе и против трипса. Поэтому здесь вариант такой, что мы амплиго работаем в розовый бутон. Да, для чего? Потому что он еще будет работать продолжительное время, и те самки, которые будут выходить в цветение, они, часть из них будет погибать. Затем лиром, он работает напрямую против трипсов, и как раз в самую важную и ответственную фазу, то есть тогда, когда у нас только-только плод образуется. Две обработки лиром снимают трипса, Проквеймфит сопутствующий действует на трипсов, и Валиамфлекси работает напрямую по трипсам. Поэтому из этой схемы мы три препарата имеем с прямым действием, и два препарата с таким, скажем так, сопутствующим действием. Что же дальше? Какие же основные преимущества такой схемы применения защиты, такого чередования препаратов именно против яблонной плодожорки? Защита ведется не только против яблонной плодожорки, но еще и против двухполосой огневки. Кроме того, когда мы применяем такую схему лиром, лиром, проквеймфит, мы еще и убираем других вредителей, то есть защищаем от всего спектра вредителей, что нам как раз и важно. Не нужно тратить время на мониторинг лещей, тлей и трипсов. Мы и так знаем, что они появляются, и по ним нужно работать, и вы никогда тогда не пропустите обработку. Исключаются ошибки при выборе сроков, ориентируясь на ЭПВ, потому что экономические пороги вредоносности, они не всегда совпадают и не всегда отражают реальную картину сегодняшних требований. Нет необходимости в приготовлении баковых смесей. Это тоже очень важно, потому что, когда мы готовим баковую смесь, у нас всегда есть вероятность того, что мы что-то с чем-то смешаем, и какой-то препарат не сработает в рамках своего потенциала, то есть он может снижать эффективность другого препарата. И самое еще важное то, что мы можем сократить число окорицидных и офидицидных потом обработок, то есть нам потом меньше нужно будет работать по клещам и меньше нужно будет работать по тлям, поэтому это тоже очень важно в системе, чтобы было. Экономика тоже не последнее дело в защите сада против вредителей. Мы взяли примерную схему хозяйства, то, что эта схема реальная, рабочая в одном из хозяйств, и посмотрели, насколько же мы можем нашу схему применить к той схеме, которая применяется в хозяйстве. Я взял цены прайсовые, то есть вот те, которые у нас находятся в свободном доступе в интернете, и напротив каждого продукта, который мы хотим заменить нашей схемой, я поставил его стоимость на гектар. Я их отметил красным цветом, схема хозяйства в столбике видна, и мы схему хозяйства заменяем нашими продуктами. То есть то, о чем мы говорили, Lirum Lirum Proclaim Fit. Что же получается? Схема хозяйства, вот эти все продукты, если посчитать, те, которые мы хотим заменить, составила 38 967 рублей. Если мы меняем на препараты, которые предлагаем мы, Lirum, то есть его стоимость 8 616 рублей за литр, то получается, что наша схема дешевле той, что применяется в хозяйстве, практически вдвое. То есть мы можем на каждом гектаре сэкономить 17 949 рублей, как вот и сейчас у нас на слайде. То есть как бы видно в любом случае, что применяемая наша схема, она дешевле. А что дальше, спросите меня вы? С первым поколением плодожорки мы разобрались, но у нас же на этом защита не заканчивается. Как защищаемся дальше? А дальше схема выглядит таким образом. То есть мы всего делаем порядка четырех обработок по первому поколению, порядка четырех обработок по второму поколению и где-то примерно три обработки по третьему поколению. Давайте рассмотрим с вами защиту от второго и третьего поколений яблонной плодожорки. Ключевыми продуктами в этой схеме будут являться Lufox и Proclaim. Почему здесь Lufox стоит именно на стыке вот этих двух поколений? Ну мы знаем, что Lufox это гормональный продукт, он работает как по яйцекладке, так и по гусеницам. И поэтому в этот момент, когда вы видите, уже заканчивается лёд яблонной плодожорки, начиная от первого поколения, начинается лёд второго поколения, здесь существуют уже разные стадии вредителей. То есть есть и гусеницы, есть и яйцекладка. И поэтому важно применить продукт, который будет работать и по гусеницам, и по яйцекладке. И поэтому здесь вот уникальность Lufox в том, что он как раз в этом месте контролирует плодожорку. И если мы посмотрим ещё на график лёда эозоферы Бигеллы двухполосой огнёвки плодожорки, они не совпадают. То есть, допустим, если, к примеру, там уже заканчивается лёд плодожорки первого поколения, у эозоферы Бигеллы там ещё идёт от рождения гусениц. Поэтому здесь вот очень важно обработать препаратом, который будет работать по всем стадиям вредителям. Это как раз Lufox. То же самое мы видим и здесь вот. То есть, когда мы работаем Lufox на стеке второго и третьего поколения. Это очень важно, потому что сложно поймать только яйцекладку или сложно поймать только от рождения гусениц. В эти моменты присутствуют все стадии вредителя. И дальше мы уже обрабатываем по третьему поколению эти продукты. У нас получается, что Valium Flexi имеет короткий срок ожидания всего-навсего 15 дней. У Proclaim'а срок ожидания 7 дней. Поэтому мы в конце вегетации применяем продукты с коротким сроком ожидания, чтобы нам это можно было приступать к уборке и не было никаких остатков пестицидов продукции. Коллеги, вместо того, чтобы заниматься постоянным мониторингом сопутствующих вредителей плодожорки и делать ошибки в выборе сроков обработки, зачастую опаздывая баковыми смесями инсектицидов и корицидов, не лучше ли сделать систему защиты таким образом, чтобы, обрабатывая против плодожорки, защищать от всех вредителей сада? С приходом новых продуктов, широкого спектра действия это стало возможным. Применение Lerum Proclaim Fit связки не только сохранит качество ваших яблок, но и поможет сократить бюджет. Вырастим ваш урожай вместе, следуйте нашим рекомендациям и все у нас получится. До новых встреч!